День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в игрушку Hearthstone, и мы просто пойдем гулять дальше по лестнице. Я уже поиграл немножко, у меня было просто задание на день, я просто сыграл два матча, и как бы сейчас на 14 уровне, почти что на 13, может быть, получится. А может быть меня пнут и сбросят обратно на 30, которого не существует, но в наказание, в жестокое-жестокое наказание. И с 30 уровня просто невозможно выбраться, и заставляет играть только начальными картами, и это совсем-совсем страшно. И каждый матч приходится ждать полчаса. Так, о, как раз, видите, мы сражаемся с человеком, который нас не пропустит на 13 уровень, или пропустит на 13 уровень. Сейчас посмотрим. Так, давайте от всего этого откажемся, потому что, ну, все остальные карты были на попозже, а копия, она милая, но она опять же на попозже, пятый-шестой ход, она тогда становится интересной. Манозмей, хорошо, мы, у нас есть с чего начинать, давайте скажем здрасте, давайте выбросим манозмея, который выбросится, конечно же. И так, хорошо, давайте закончим, и пойдем. И как бы на второй ход нам нечего ходить, абсолютно нечего ходить. И он походит с монеткой, что? Что он походит с монеткой? Он, 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 он решил копить на корову. Ну что же, пускай копит на корову. Я, я не против. Мы эту корову убьем ледяной стрелой. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Так, сейчас бы мага Керентора была бы. О, нет! Ну что же, хорошо. Окей, значит он на огромную корову копит. Ну, сейчас вообще ничего не хочет разыгрывать. Ну, отлично, окей. Давайте тогда нашего берсерка выпустим. Он теперь явно жалеет, что нашего дракончика убил. Потому что дракончик, он же маленький, безобидно. Пока его не раскачаешь, он же не раскачается. А сейчас он выпускает какую корову? На шесть маны коровы выпускает. Я даже, я даже не ошибался в том, что это корова. Но против таких вот товарищей у нас есть специальный ход конем. Хорошо. Вот так, вот так вот с его легендарной картой мы поступили. Он, конечно же, плачет. Он говорит, за что мою маленькую легендарную карту, безобидную? За все хорошее. Вот так вот. Так, конечно же, мы так или иначе сейчас потеряем нашего товарища. Давайте я сейчас тогда ледяную преграду сыграю. Можно было бы, конечно же, сейчас драться за него. Но я не буду это делать. Давайте просто сделаем так и пойдем дальше. И мне почему-то кажется, что сейчас я как-нибудь по-другому. То есть этот берсерк, он ненадолго останется. Его так или иначе что-нибудь убьет. А сейчас он как-то сыграл свою роль. А на 5 маны что-то сыграешь? Что ты сыграешь на 5 маны? Он укусит нас за попу. Окей. Он запустит нашу ловушку. Хорошо, это он явно осторожничал. Не знал, что за ловушка будет. И не хотел сыграть какое-то существо большое. Ага, и служитель земли. Окей, самолечение. Так, что у нас теперь? У нас есть маг Керентора, который умрет от служителя земли. Чего нам не хочется? Ну вот, например, то, что нам бы заняло тогда убийство одного голема, сейчас убрало него два существа со стола. Что приятно. Правда, у нас демоны лишние остались, и мы вообще ничего не сыграли. Но такова жизнь. У нас ждет маг Керентора, и вчера плет, а потом огненный шар, огненная глыба, огненная глыба, огненный шар. И игра выиграна. И просто радость, и полные штаны. Так, давайте сейчас тогда сделаем так. Так, и так. Хорошо, и на этом закончим. И, как всегда, маг Керентора, считайте, уже выполнил. Он выпустил нам бесплатный секрет и вышел сам. А наш служитель боли, если он умрет не сразу же, а после, например, второго удара по нему, то он тоже выполнил свое задание. Конечно же, нашего врага преимущество в картах. Но это может быстро измениться. Особенно, если мы хорошо разыграем нашего служителя боли. Так. А, ну и, конечно же, наши секреты пугают нашего соперника. И что это такое? Чараплет? Правда, я даже не знаю. А, ну хорошо, по крайней мере, мои существа не умирают. Окей, тогда они просто получают по одному урону. И я получаю карту еще одного чараплета. Окей, и он потратил, считайте, свой размах не на то существо. Не на то, что он хотел сделать. Что это? Моха-хаха-хаха. Как раз я думал, что размах, он не запускает чараплета. Но явно то, что у нас чараплет, он не в общем на поле действует. А вот именно на существо плюс удар на поле идет. Так что, да, понятно. Так, давайте сейчас сделаем так вот, запустим. Хорошо. Секрет запустим. Хорошо, еще один будет секрет. Отлично. Давайте нападем. Если у него еще есть размах, я как бы... Пожалуйста. Нет, звездопад. Всем два урона. Хорошо. Окей, так. Мой любитель боли получает. Хорошо. Керентора отыграла свое. Так, мы будем укушены за попу, к сожалению. Но ничего, мы еще вообще здоровье не теряли, так что... Ха-ха. Пускай кусает сколько хочет. Так. Так. Конечно же, сейчас размах ему очень поможет. Но у нас будет 5-5 существо, так что оно от размаха не умирает. Ха-ха-ха. Пускай делает свой размах. Как раз сейчас идеальный момент бросить огненную глыбу в него. Просто потому что у нас еще плюс 2. Так что это будет очень приятно. Но мы вместо этого сейчас сыграем овечку. Огненный шар. Овечка. Раз. Огненный шар на 8 урона. Сюда это. И... Пам. 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 Та-даааа. Класс. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Муа-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Класс. И следующая или просто звездочка? Нет, это просто звездочка. Окей. Угу. Так, что у нас следующее? 13 уровень следующий. Сейчас посмотрим, сможем ли мы вырваться. Или это сейчас меня, или вот именно сейчас пошлют на 30 уровень, из которого они будут выбраться, пока сезон не закончится. Как раз очень приятно, они сейчас начали давать маленькие оповещения о том, что до конца сезона 10 дней. Что-то такое, наверное, это намного интереснее. И как раз, когда сезон закончится, по идее, после этого патча они должны будут давать нам какие-то няшки за то место, на котором мы закончили сезон. То есть это и будет интересно. Так, маг против мага. Всегда очень интересный матч. Всегда очень приятно посмотреть, у кого лучше дек. Так, хорошо, давайте сделаем так. Если еще... Да, отлично. Я хотел ледяную стрелу, но это вполне тоже. Давайте скажем, драсте. Бросим нашего дракошу. Хорошо, и пойдем дальше. И, конечно же, у нее есть соблазни. И, так сказать, мы можем ее соблазнить, то, что сыграем а нету. А нет, чародейские стрелы. Ам-м-м, хорошо. Ну, извини. Так, теперь что у нас? У нас теперь выбор... Никакой, нулевой выбор. Так что давайте пойдем. Ледяная стрела тогда придется на нашего берсерка. Что поделать? Ничего не поделаешь. А, или заступница Синдарай. Хорошо. Ледяная стрела была бы сейчас отличной, но она решила не выходить к нам. Поэтому давайте... Будем сейчас торопиться? Или потихоньку это сделаем? Давайте поторопимся. Хорошо. Так. Так. Закончить. Пойдем. Как бы семь или шесть урона, сколько я там нанес. Не за выброс. А вот с ней разбираться как бы... Опять? Опять? Ну, окей. Упорно, очень упорно пытается моего дракончика убить фейерболами маленькими. Как бы... Окей. Я не против. Так. Конечно же, жалко, что наш дракон не сможет с ней разобраться. Но... Давайте сейчас тогда сделаем... Хотя мы можем подготовить просто уже ее смерть. Давайте сделаем так. Давайте сделаем так. И на следующем... В следующий раз тогда в нее выстрелим. Чтобы уже особо с ней не разбираться. И мы пока что за ледяным щитом сидим. Так что нам не страшен серый волк. Так. Уууу. Элементаль воды. Сейчас бы овечка была бы очень-очень-очень-очень была бы овечка. Привет. Привет, овечка. На. Так, конечно же. Обычно просто элементаль воды это самое большое и самое страшное существо у магов. Конечно же, может быть это, например, что-то вроде дека Трампа, в котором еще огры сидят большие и толстые. Но, кто его знает, чего они моргают. Так что мы можем просто посмотреть. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас можем сделать так. Мы можем просто заняться потягиванием карт. Хорошо, эфирал чародей. Закончим. А на следующем ходу уже посмотрим, может быть ударим волной огня. Может быть сделаем что-нибудь такое страшное, неприятное. Хорошо, как раз я не против. Обмен существо на существо я абсолютно-абсолютно не против. Так, отлично. Хорошо. О, хорошо. Конечно же волна огня не убивает у него всех существ. То есть практически ни одного существа не убивает. Но она опускает их. Поэтому мне сейчас нужно прикинуть, может быть выгоднее сейчас сыграть овечкой. И кого овечкой мне лучше убить? Йети или товарища замораживающего? Скажу вам честно, я лучше Йети убью. Он меня больше пугает. Хорошо. Теперь давайте сыграем чароплёта, чтобы на следующий ход можно было выпустить эфирала, чтобы он был на 5-5. Вот и всё. Хорошо. Так. Следующий. Пускай она играет. Дальше как бы... Ну. Больше нам делать нечего. Волна огня. Конечно же у меня в деке нету... Нет, у меня по идее есть драконы. Драконы это те, которые могут мне дать бонус на волну огня. Но волну огня и дракона невозможно сыграть вместе. Потому что 5 и 7 маны. Так, ну. Всё понятно. У тебя есть эти существа. Я понял. Я понял. Давайте выпустим нашего эфирала. Давайте выпустим амманийского берсерка. Хорошо. И давайте выстрелим в одну из овечек. И посмотрим, что он сделает. У него, конечно же, тоже может быть волна огня. Что, конечно же, закончится очень быстро и грустно. Но у меня такое впечатление, что два существа на волну огня как бы не очень должны соблазнить его на волну огня. Так, хорошо. Следующий это амманийского... Нет, он... Я думал, амманийского берсерка ударит. Ага, он пытается меня как можно быстрее убить. Что я, конечно же, понимаю, но... А, ну да, он заморозил этих существ. Вот почему. Он сидит и хихикает. Давайте сделаем тогда так. Давайте сделаем тогда так. И может быть у него, конечно же, огненная глыба где-то в кармане. Но тут я уже ничего поделать против этого не могу. Волна огня. Окей. Так. Ага. И... Ага. Хорошо. Следующее, что у нас мана змей. И что мы теперь делаем? Мы теперь делаем... Вот так вот. Потому что тут у меня такое ощущение, что сейчас... Сейчас будет все очень-очень сложно и страшно. Потому что... Кто успеет кого убить. И если мне сейчас повезет с огненной глыбой... Может быть, да. Самолечение. Как раз очень похоже на колоду Трампа. Если я сейчас еще ограф увижу, то это 100% колода Трампа. А... Так. Ммм. Знаете что? Знаете что? Я сейчас... Не магом. По-моему, я друида хорошо собрал. Я уже не помню. Давайте посмотрим. Я что-то интересное собрал. Я как-то... У меня была куча заданий для друида. Я собрал что-то веселое для друида. Ммм... По-моему, это... Рывок. А то есть... Ну... Как можно быстрее добраться до большого количества маны. И потом выпускать больших-больших существ. Вот так вот это. То есть это... Оно не сбалансировано. Оно еще не обыграно. Поэтому я сейчас не на это... Не на лестницу пошел. Так. Озарение давайте оставим. Потому что оно позволит сыграть что-нибудь пораньше. Очень хитро и гадко. Ам... Скрытный убийца, ты... Ты... Хочешь, да? Он хочет. Он хочет выйти. Он хочет поиграться с нами. Ну... Ага. Хотя бы скажем здравствуй. Так. Пока что у нас нету карты. И тут, конечно же, проблема в этом деке. Если у нас в самом начале не очень карты в руке легли, то можно уже копать могилу себе. Так что бывает. Ничего. О, Ворген разведчик. Давайте выбросим его. Испугаем, по крайней мере, нашего соперника. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бесполезная тварь. Потому что я ничего не могу сделать. То есть я могу вот этого танка убить, но это как бы ничем не закончится. Так что... О, Господи, Боже мой. Это плохо. Это... Это очень приятное комбо в самом начале. Это... Это он радуется. У него полные штаны радости. Но у нас есть гнев Раз И у нас есть Два урона И все, пускай Так уж и быть То есть он сыграл существо и карту И я сыграл существо и карту Так что это поровну Он просто мне нанес три урона А я ему ничего не нанес Так Ну что ж, давайте сделаем так И укусим его За что? За вот этого товарища Давайте его укусим за этого товарища И как раз я мог уже на этом ходу сыграть Элидана Но Элидана играть это Как-то так У него пять Всего лишь пять здоровья И я его беру просто потому что Он легендарный и веселый Но в общем-то он абсолютно бесполезный Так что Да Так Хорошо Еще один товарищ Ага И два урона получаем Ага Ну ничего Мы можем, например Вот сейчас вот вывести что? У нас дар природы Мы можем дар природы сыграть Прямо сейчас Тогда у нас будет сразу же На следующем ходу достаточно Маны Мы можем сейчас прямо сыграть Скрытного убийцу Мы сейчас его сделаем вот так Вот тогда Хорошо Мы сейчас сыграем дар природы На два кристалломана Мы укусим Его за попу напрямую И на этом закончим Так я надеюсь на дерево То есть у меня там пара деревьев есть И я очень сильно думаю То есть В этом деке по-моему Мне не хватает танков А то есть В том случае Когда я все-таки Должен сидеть за Существами и ждать Пока мне придут карты Мне не хватает танков Особенно в ранней игре Так что Может быть Может быть Стоило бы добавить Бафы Ну это Я просто не знаю Что убрать тогда Может быть Скрытных убийц Потому что Они выходят И в конце игры Относительно полезны Или да Настоило бы выбросить Но не хочется Он же легендарный Скажу вам честно Так не интересно Так Намного интереснее Конечно же Сражаться с людьми А как раз У меня задание Дневное что ли Победа друида И разбойника Отлично Хорошо Давайте его выполним Давайте пойдем В мою коллекцию И посмотрим тогда Что я могу С этим деком сделать Б-б-б-б-б Хорошо Так Озарение Ворген разведчик Буйный рост Гнев Амманистский берсерк Целебное касание Дар природы Друид когтя Или да Огр тяжелого кулака Боевой голем Дерево войны Дерево мудрости Можно отправить Куда подальше Скрытного убийца Одного Можно отправить Куда подальше И серо Морской великан И вместо этого Знак природы Давайте бросим Хорошо Готово Окей Будет у нас Вот так вот И давайте еще одну игру Сыграем Тогда может быть Я смогу выполнить Задание на день Декс Три-три-три-декс Так Ну что ж Есть Есть Все Нашли мы Быстро находятся Приятно Приятно Так Воин Да С воинами В последнее время Играть стало Абсолютно неинтересно Потому что Все играют Один и тот же Дек воина И Как бы Да По крайней мере Это Да Посмотрим Посмотрим Как мы можем С этим справиться Так это все по идее Мы отправляем подальше Может быть нам выпадет Что-нибудь на раннюю игру Может быть Аммонийский берсерк Отлично Мы можем Что-то на первый ход Сыграть Но сейчас посмотрим Может быть Человек тоже Экспериментирует Они играют В один и тот же Дек Который Всем Всем Он почему-то Теперь нужен Скорее всего Потому что Он работает Больше всего Заканчиваем И Идем И здесь У нас что У нас есть гнев Для того чтобы Разобраться с его Каким-нибудь Существом Ага Он решает Потратить удар Героя на нашего Берсерка Окей Я Я не против Я Я не против Так Сейчас мы Вызвать Ничего не можем Даже с озарением На 4 маны У нас Никого нету На 5 маны У нас есть Друид с когтя Которого мы Можем потом Вызвать Так 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 Было бы Конечно же Очень приятно Очень рано Вызвать Исера Да Это один И тот же Так Как вы Надоели Ай Так Ну ничего Может быть Я смогу Расправиться С деком В котором Три легендарная Карта И все построено На то Чтобы дать Воину Бесконечное Количество Жизни Ну Не жизни А этого Армора Так Хорошо Он Решает Получить Ага Окей И казнить Его Одна Казнь Ушла Из дека Окей Он Решил Себе Дать Армор И раскачать Существо Окей Так У меня есть Что походить В этом Случае У меня Нету Ничего Походить Но я Зато могу Вот этого Товарища Который Дает ему Армор Раз и навсегда Убрать Со стола Так И давайте Укусим его За попу Просто так Потому что Он такой Закончим На этом Так То у нас Было бы Конечно же На пятый ход Все мелкие Карты Валяются Там в деке Вот например Уже сейчас Ворген Стал бесполезным А то есть Скорее всего Воргена Нужно заменить На кого-то другого Берсерк По идее Не очень бесполезен Но Может быть С бафом Это очень хорошо Было бы Но мне Сейчас Например Дар Природы Который Да Давайте Так Я получаю Два Кристалла Маны Просто Делаю Себе Защиту И мы Идем Дальше И Как бы Он Нанесет 5 6 7 Урона Но Ну Ну Бывает Зато Я на следующий ход Вызову свое дерево И буду за ним сидеть И хихикать Дерево Долго не вышивет Ну Что Поделать Такая Вот страшная Жизнь Зато У него Карт Больше не осталось Что Уже Тоже Приятно Так Хорошо Дерево Буйный рост Буйный рост Буйный рост Попозже Сыграем Может быть Просто Чтобы Потянуть Карту Когда У нас Будет 10 Маны И Игра Как только Тебя Отпустит Отлично Давайте Так И теперь Что у нас У меня есть Лечение Конечно же Я могу Например Ага Хорошо И Что еще У него Явно Нету Казни Что приятно Да У него Нету Казни Но С другой Сороны У меня Нету Существа Которые Могло бы Расправиться С вот Этим Вот Всем Сразу же Быстро И приятно Так что Мы все еще Жрем Жрем Огромное Количество Урона Ммм Ммм А где его Нету Я могу Дважды Полечиться А это Как раз Интересно Так Так И давайте Огра Тяжелого Кулака Выпустим Хорошо Я все еще Выживаю То есть Дважды Целебное Касание Сейчас Можно было бы Сыграть Но Это Целебное Касание Лучше Выпустить Что-то На стол И тогда Может быть Он Гонит Свои Существа В мое Существо Решить На меня Не нападать Сразу же Например На следующий ход Если он Попытается Разобрать Нету Он решает Меня бить Просто Просто В лицо Бить Меня Окей Раз ты Так уж Быть Хорошо Хватит Хватит И еще Топором Да еще Топором К тому же У меня есть Самолечение Именно для таких Случаев у меня Есть самолечение И дерево Войны Что очень Приятно Хорошо Раз Два Три Хорошо Потихоньку Потихоньку Я Выхожу Из этого Всего У меня там еще Баф карта Валяется Ну в деке Валяется Лежат Ждут своего Хода Так ну что Будешь бить Мне по дереву Прямо Да он Он будет Мне бить по дереву Он Решил Бить мне по дереву Нет он Решил мне Не бить по дереву Ну хорошо Я тогда Сыграю Исеру И как мы Это сделаем Мы Сделаем Это Раз Мы Сделаем Это Два Мы На этом Закончим И получим Какую карту У-у-у, класс Дракончик, дракончик на 7-6 Что очень классно И сейчас бы Есеру превратить, например, в танка Это было бы просто чудесно Просто бы праздник был у нас дома Так, ага Пожалуйста, дайте мне бафкарту, бафкарту, бафкар Няп-няп-няп-няп-няп-няп Так, давайте тогда сыграем дракончика Давайте сыграем буйный рост Потому что он нам даст еще одну карту Хорошо, тянем карту Какую? Сторожевое дерево, окей, на следующий ход Оп И тянем карту Пожалуйста, баф, пожалуйста, баф на танка Баф на танка, баф на танка Эмм, давайте поставим себе защиту Давайте Есеру берем эту штуку Давайте укусим его за попу Хорошо, и как видите Я все еще держусь Это приятно Так, кошмар Кошмар я могу, например, сыграть на дракончика И устроить что-нибудь страшное Так, на следующий ход, конечно же, сторожевое дерево выходит с этой тварью разбираться долго озарение так что мы можем сыграть мы можем сыграть так хорошо теперь 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 кошмар выбранное существо получает плюс 5 но будет уничтожен в начале вашего следующего хода а то есть я вот не знаю если сыграть кошмар на его существо она умрет в начале его следующего хода или она подождет следующего даст ему возможность напасть а потом уничтожить его что было бы очень грустно поэтому давайте я сейчас сделаю так скушает и эти два урона так уж и быть сделаю так делаю так и на этом мы закончим и я получу что я получу отлично смеющаяся сестра от чего я не откажусь так оружейница рати так против моего есть не то чтобы элегантно и красиво сыграл но просто замучил врага замучил врага что очень приятно и так я тогда на этом закончу скажу вам большое большое спасибо за внимание и мы увидимся в следующем видео